Лёв, ну я так долго не простою на нём. Так, блядь, ты там не один. А урон-то нормально проходит. А урон, где-то здесь. Войт, сразу взрывай в черри, ой, в черри, как говорю, в квадрате, прям сразу. Ну, народ, ты взрываешь в кресте, а как видишь, рейд по хп поднимется на фулл, взрываешь крест. Подожди, у меня этот вуду забагался. А давай, давай, слышишь, давай что сделаем. Блядь, может и правда пускай катит посередине, мы станем все на середину, блядь, сейчас попробуем так. И, блядь, просто, не, не, просто смотри, монород, ну они же вылетают с сферы с одних мест, да? Вот сначала монород с одной стороны взрывает свою, потом войд со своей стороны взрывает одну, и потом я со своей стороны взрываю. Он потом идет, типа, заряжаться, ну, и зачем он будет ходить, а с центра там до туда, он стоит рядом. Понимаешь, танк не будет сложиться, типа, танку вообще урона не лететь не будет. Гепка, ты это все, посмотри, и увидишь, что танк что-то вроде получает. Так, наверное, он ходит. Ребята, а какой пункт мне про товару с ШВ, который я могу задевать рейт от двух сфер, стоять где-то, что-то взрывать, и что не может этот РДДшник какой-то сделать, РДДшник, ШПшка там какой-то. Слазбор, встанешь крестик, появится сферка, сразу ее там, блядь, сливаешь, потом монород, потом я. А зачем было столько танков тогда, если кайпиться? Да это забейте, сейчас хотим проверить, стали все в точку, блядь, вот. Лех, у меня в Вуду забагался, не включается панель. И что мне сделать? Чем тебе решить? Прилог днись. Бат 47 кхп. Даю проверку. Что ты хочешь еще раз? В центре 7 стоит? Нет, в центре стоят, РДД дамажит босс, кроват по кругу, вот ободок. Короче, бегаешь от него боком и водишь босс. Сейчас еще попробую, проверю модификацию. Пропиши лад, и все. Уже писал. Сейчас все уже разобрали. И исправляем, мы поехали. Погнали. Стань все в куче, блядь, встань. Можете в середину встать? В середину, мол, все встать. Меликий подбор. Мирал. Все, блядь. То, я уже нету, ну. Да забей, блядь. Води, бегай, бегай, что ты стоишь на месте? Бегай, блядь, вот тут просто бегай. Все, вот так и бегаешь. Белорус. Шверы. Давай, все, первую взорвали, там, да. Вижу. Сейчас вторую взрываю. Шверы висит. Шверы висит. Да, ну шверы висит. Либо сейчас не бывает. Вот тебе три сферы под шверы, блядь. по народу далеко милики беките по малому кругу а я взрываю еще раз взорвали а так она до рейда доходит потому что убрать надо раньше бывает первого очень рада ну в чем проблема их покайтить немного лату тоже может делать дело не в кайте дело в том что на пути сферы кто попадается на взрывается вот эти вот 10 секунд зачем выдерживает ты зачем вас одержишь воде он тут не более а он не может двигаться он на рынке тени даст то хуйня просто погрузок я думаю что не перелетело в рдд сантей он по дороге на эту пушку круто великов включил сейчас кого-то отошел меня убил или точкой у меня взорвался они не просто так его разворачивает спиной с рейдом кайки для того чтоб наверно на танки не было стаков эти потому что они на меня вообще не набираются чуть ли не спал первый стак который получил и как раз с момента стаки взорвали этажка беги-беги прохит разорвали третью вот вот человек живет если ловит rdd они не могут ловить вторую третью шой то при чем тут поднять вот и одну ебнул сразу на выходе в том вторую но этот танки должны ловить все три чего на котором третье может выбежать с рейда греет понимаешь если тринцовском стоим в центре это херня будешь воде чтоб стаки не набирались понимаешь мы так можем одного танка захуярить и все насколько все проще и легче становится сколько урон наносит вот этот взрыв сферы я могу сказать так типа если ты взрываешь треть под третьим стаком да по третьим стак точнее ну как бы висит два стака и ты ловишь прилетает 68000 это под дубовой кожей если первый я могу поймать второй например под одним стаком за полицию сферы вас дубовой кожи может быть вылезу сразу же хуярим взрываем вторую так накидывается на 10 человек на котором сверка выбегает среда и становится отдельно ждет более ничего сложного нет чё сложно выбежать человеку от 1 сверху осталось для отнареть пусть забивают себе дебав которые кидаются сферы выбегают выбежит они проблема проблема то что взрывают сферы когда валите тактика вообще самое легкое что может быть чем сложно чем сложность самим всему рейду от этих сторону пока стак не сбросить смысла просто но сфера она подходит ближе к центру . на меня летит сфера с любой стороны я вижу что у меня почти дни сферы просто вышел для среда выше вышел среда она и летит за тобой она летит ко мне человеком тебе смотри вот она допустим от робота летит тебе надо выбегать не в рейд а в лоб куда-то блять по большому кругу верить а можно сказать ты в бок выбежал ну не в бок надо выбегать прямо параллельно к той сфере забыли что неважно к кому эта сфера летит что на пути если ты в бок выбежишь там либо милик либо танк либо какой ничё другой как сфера работает ребята я не понимаю в смысле как чё тебя не интересует как сфера работает она выходит и летит за человеком определенным которому она притянулась как наличие вот эти ледяные сферы жизни когда кто-то к сфере в упор подвигает она взрывается к ней вот в упор подошел кто-то неважно кто к сфере понимаете сфере я не кручу лучи покажу только человека на ком эта сфера круто и как сделать чтобы по одной сфере взорвалась кайти тихо блять вот смотри допустим за кем-то вон за звездочкой сфера зацепилась он выбегает из рейда вот она продолжает за ним лететь и он просто уводит эту сферу и ждет пока дебаб спадет убегает как ты пи я это понимаю я тебе говорю то что сферу надо не сфер из рейд вести а надо в другую сторону понимаешь все поняли да блять даю проверку как понять если тут базар шкаф поставьте засмоньте лброво да здесь пациент вообще спекнулись в дд кроме блять монарота диковато вообще не хотя не монарот тоже в дд кроме алло и калат есть у кого-нибудь темный нефрит вот тоже останься в танке только спекнулись про товар нам нужен даю проверку и сколько надо становишься в квадрате тихо заткнитесь становишься квадрат туда под самую стенку против появляется твоя первая сфера и и сразу ее лопать дальше вот на протяжении креста лопаешь сферу когда она будет примерно вот это в звезды дальше этот на ком 3 сфера я буду аносить выбегаете с рейда блять и скайтить ее пока не спадет дебаф спадет дебаф значит можете взрывать или я сам ее взорву блять когда босс будет стоять в углу танк отворачивает спиной и танчить там его все милики находятся под боссом полностью полина адмирал кучно стали блять все сову полностью все стали в сову поехали калатку проблему намного в него опять разрывать блять разрядил и побежал разрядил побежал каст прошел увидел что каст прошел снова разрядил побежал так не сложный под зеленкой токолой взрывай вера взрывай свою конкуренту лиц выбирая выбирая луру варвар отчетки второй штук в россии отмел в доме и по секунду он будет положить когда скажи ты можешь кайти нормально теме надо ее взрывать диван за ней ну или к старику взрывай нахуя ты видишь дебаф на тебе а я не знаю зачем он кричит беги зачем он кричит взрывает я не понимаю кого слушать так вы поймите что вам нужно делать просто и все и не слушайте никого ну вот смотри давай мне что-то будет говорить один стиха я говорю выбегайте со своей ебучей сферой блядь и бегите от нее блядь куда хотите хоть в долларану хуяльце когда надо блять эту сферу я взорву блядь главное все остальные не подбегайте к ебучей сфере блядь он не бежать крейду как я сделал элбри побежал на так что уже был бывает в этом случае в этом случае кого если ты видишь чтобы тебе бегут ты ебучей сферы просто разворачивать боссы в обратную сторону хуярь если дебилы этот поднимается дала рану хуяльце хоть блять не знаю бежите на алара блять я взорваю и большую сферу может просто встань под ними можно такой вопрос интересного с адмирал объявление рейду пишет когда можно взорвать сферу ну как хуйная так водим или что как как сферы взорвали тогда было тех раз взрывать блять не лекс на ты лучше помолчит и понимаешь что первый взорвал дека сферу вторую на последней секунде водит взорвал девушку на последней секунде не хватилось еще есть две мы сразу можем сразу обрываем потому что эти вот сейчас лбри взорвал и сразу вышли новые просто дайте чтобы рейд плять подняли рейд сразу вторую лукой по хп рейд аспарь его это короче когда рейд на флаг вторую может взорвать так две вот это получается в кинули две может взрывать взрывать взрыву первую сферу да заткнитесь блять после первой сферы сейчас муты просто буду раздавать на месяц вперед после первой ты увидел что рейд на фул и поднялся все можно взрывать вторую третью к этим пока не спадет деба даю проверку все остальные стоят на месяц в центре просто бьют или милики бегают за боссом бьют моуса че не хватает дайте крик на хп вару ой дай крик на хп моуса че не хватает там босса написал то что вторую сферу можно сразу взрывать потому что он нормально стоит после первой сферы да как об этом сказали на я не понимаю вы блять слышите меня или нет встали на позиционку она вверх дк взрывал рейд подняли взрывай свою все элбрил беги блять беги блять и не стой на месте не ври блять обратно в сторону блять правее в крест взрывал вот там подожди подожди там вас так подхожу а вот взрывай а вы подхилите я подошел ты не подошел на и доста я брел сейчас взорву не полу че мы чили мы опять в тех же местах где сверху тихо все то же самое потом смещаемся в центр блять мне че-то на этой хуйне перезарядка подлагивает че он освободится после перезарядка че он освободится че он освободится понимаете кого то так я огромен обезла но он там не действует а за этот водите за каким короче босс будет бегать короче водите по кругу он не бьет блять и слышите нет на ком агро блять вага бегай по кругу просто он урона не наносит вообще без танков охуяри сферу че-то два стака вот дайте тебе пустите ну вы можете свертать эту сферу еще вышли я знаю одно взорвить так выберите стоит там ноги стоят вот блять нахуя выбрать сферу вы видите что сфера блять идет вот к вам нахуя вы под нее лезете самое главное не взорвать когда надо взорвать когда не надо что делать элбрил до сих пор с ней пикает что делать травить ну возле категории мне кажется элбрил смотри или не вешается ни у кого феры работают как сверхновая на аларе каждая когда подходит последующая до человека когда точнее человек заходит в сферу она взрывается и накидывает дебаф то что последующий взрыв сферы наносит увеличенный урон две сферы мы взрываем сразу а третий человек со сферой бегает до тех пор пока с ней пока с рейда не спадет так два стака стаки спали сразу взрываем как они называются стаки сразу же он один возле категории вечеродейская восприимчивость дебаф дебаф от сферы если ну узнать на вас сферы или нет называется магнетизм сферы взрывают только танк да если один стак один так может но если стаков нету может любой поймать да типа тут смотрите если один стак то может любой взорвать эту ебучую сферу а первые вторые только танк точнее 2 соответственно вп Kobodac 140 говорю смотрите как она получается типа первый человек первый человек должен взорвать веру когда она только ушла второй человек этого сферу когда мы будем 2 взрывать ну поэтому мы будем типа вторую взрывать танка первую сферу должны взрывать сразу вторую тоже третью спустя блять там сколько секунд 10 секунд спустя 10 секунд здесь он проходит все взрываю полина пишет силу в первую минуту взрывать конечно там потом на 3 как ты не угадаешь какой пойдет рыву поставил я хочу тогда сложного если отреживать только надо дебаг я не зналась для чего мы пух усилки в кинули чтобы не убили и чтобы мы бахали сразу 2 вначале сразу же надо их бахать чтобы таймер быстрее уходил 3 можно было там только как только спали сразу взрывать они робота убили я в корж подшиваю попробуем три сферы сразу бахнуть блять босс торт и пиздец а чё с пушкой делать с пушкой чё делать сферы это плохо пушкой надо думать как у них делали танк отвернул не стоял там мы танка не за так мы будем сэйвить подать не знаю зубы надо кидать там там не так уже много времени прошло пока нет зубы это полпорт прожал когда повернул как ты не на пол хп был ты очень далеко от хилов бежал так мы должны были бежать вместе с ним когда он побежал к стреке прочее от ланджерта носить и закинул и там короче клад надо будет закинуть этот на как его на аркан начал на тайну магию короче и тебя будет намного меньше пробивать холи половину на позицию все погнали на позицию стали все погнали и 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 сразу взрывая обрыв сетка так что подойти к рейду это скал убежал побежал так защитить в сфере поторопаду может зарывать с новыми не будет честного на 5 россия кавац кашка дать это жертвенности криво подойти к рейду скажи когда тебе план жертвенности отцепи еще кассы я не вижу кассы закиды даю скажи когда тебе зубы зубы тоже сейчас зубы давай а а ну крылья кинуть он такой метод по крыльям в м это не прошли крылья Канис, дай диван пока мы не бойся Давай это Зачем? На позиционку обратно. Бегай, блядь, сэть Блядь, ну на ком игру Моза? Води босса, бегай. Ты же можешь на конце это делать Ну сверху ёб... Херачим Так, две осталось, да? Сейчас, три секунды, взрываем вторую Вторую взрываем Элбрилл взрывай Элбрейт повели Две взрывали Бегаем, бегаем Чё, может, бахаю? На ком, блядь, босс? Делорус, бегай за босса По кругу, вот как коват, бегал Босс бегает, ладно, заложитесь, танка нету Диван, дай А что происходит, когда я отхожу? Он пушку кастует, которая на 50% за каждый выстрел по те уронах От арканной магии вылечёт, урон от выстрелов 40к То есть второй выстрел будет уже 60, потом 90 Надо менять танков, чтобы стаки менялись, а не на 1 Когда я отхожу, эти стаки не настакиваются То есть когда подхожу к нему Так, у меня вопрос, тихо Там менять нельзя Но прикол А что ты отходишь от него, кстати? Потому что на мне уже 5 стаков и следующий тяжкий удар это ваншот Так, а на первой фазе На первой их, когда я кайчу, на мне их нет, просто нет Вот я увидел, что он побежал, на мне ни одного стака не было Я бежал за ним, чтобы его сразу развернуть, развернул и первый стак я получил То есть с каждым стаком тяжкий удар там хорошо пролетает Пушка стакает удар Вон, промотайте чат, если не понимаете, что люди говорят Вон там написано Чародейская пушка Нажмите и прочитайте, там всё написано русским языком, что она делает А чародейскую пушку он может быть юзает, когда танка нету вблизи? Или это не зависит? Он стреляет, да, когда вблизи никого нет, он в цель, которая агро держит, он в неё хуячит эту пушку Ну а чё тогда танк не стоит в упор босса? Потому что он тяжкий удар стакает, ему уже хуёво Он думает, что он отойдёт и ему станет лучше, но босс начинает в него другой дебаф стакать Может быть нам подвигать? Не, вы учитывайте тот нюанс, короче Тяжкий удар и пушка, это разная хуйня Это разные дебафы, да, но они оба увеличивают арканную марки Просто вблизи должен быть обязательно танк, и танк должен иногда отходить Значит, должны быть два танка, да, логично? Не, это всё на одного танка падает Вы не понимаете нюансы, что, типа, босс не таунтится, и поэтому... Второго танка на боссе быть не может, потому что босс не таунтится А, тогда понятно Вот, и тут ещё есть маленький нюанс, что надо всем стоять в упор И всем стальным танкам надо тоже под боссом стоять Тому урон от этой хуйни делится Это тяжко удара Да Там написано то, что он наносит 80 тысяч ровно Рамку его союзников И его союзников ради 6 метров Так он всем становится под боссом Надо просто на этот момент Надо, чтобы все мильки были под боссом вместе с тобой, вот Грубо говоря, где ты, да, и плюс там два танка Да, вот мы сейчас не заходили на этих троях с воином туда Вы заходили? Нет, не заходили, давайте попробуем Вот так он расходил в боссе, понимаешь? Лёх, он же всему рейду Понимаешь, он отходил от босса, вот в чём проблема Если всему рейду, у тебя на сфере сдохнет рейд Смотрите, его ёбнула сейчас пушка Ты знаю сейчас, но его ёбнула пушка Ну да Вот Не тяжкий удар его ёбнула, а ёбнула пушка Возможно, если бы он стоял под боссом, под тяжким ударом И там бы были все Возможно, он бы выезжал Мы это не проверили Давайте То же самое по нам Ребята 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 Всеми танками сбегаемся туда Всеми танками сбегаемся туда И стоим там Плюс милики Этого бляд там хп Хватит, чтобы Выжать этих тяжких ударов Наверно тысячу И две ловите прям сразу как уходит Потому что третья татакати А не успевать Потому что Белёк Смотри На время кайта Вот этот остаток По кругу бегаю Этот стак Скидывается Короче, времени не хватает Чтоб он скинулся То есть На следующем Его отбеги Можно будет повторять то же самое Ну, Керсбе Адмирал, блядь Бафа дайте по ней Бост легкий Бафа дайте по ней Ну да Ничего сложного За инфо верк Крик на хп Там ханты бегали, блядь По кругу Сейчас, блядь, танки бегают И тут преимущественно Видят РДД зона. Ну, по сути дела, да, РДД зоной лучше всего, в Америке тут особо не додамажив. РДД стоит, кастует просто и всё, все здесь, все готовы, погнали. Завтра будем его убивать, сегодня ещё стрим Асгардов пересмотрю, там где они его убили, все нюансы, и завтра убьём их. Сегодня хотя бы проверить вот эти маленькие нюансы, чтобы завтра было легче. Времени уже мало, давайте взрыв первый, взрыв второй, прохил, на ком-то сверху выбегаем, милики, смотрите аккуратно. Иди взрывай, взрывай уже, подглыл, и что подглыл, прохил. А ты глыбы. Так взорви, не работает гурмый. Что тебя прохилем там далеко? Всё, раз, два. Чё ты, ангел, здесь в рейт, похи. Второй не надо ловить. Не пересекай. Элберил, беги пока что. Прохиливаем. Элберил, своё взрывай. Я взорву. Всё, эту, короче, каяться. Сейчас скажу, через пять секунд взорвёшь. Всё, можно. Быстрее, быстрее, быстрее. Сейчас, с болтов добывал. Всё, он и пушка. Просиловать, покидать. Меня следи спит от силы. Элберил, носатку, да. Чему народу тьхить дебануло. Чему народу. Вот тему эрэйту надо. Вовремя зашёл. Нарата Берни не надо. нам все это,народ прохил,нам жертву не сидит все сейвы надо,короче,все мы рейда лучше,короче,все все бегай,беги,мне Берни,Моса Берни,там сверху агро проблемы немного,локи скинь,а то еще ставишь да,фигдайте,фух,так,одна сверху взорвалась,сейчас 3 секунды кто там бегает,анкил,взрываешь свое,прохил анкил я убрала чего тут,тихо,так,синя секунды,давай взрывай так,дальше,тут эту сферу взрываем,прохил,и ту последнюю взрываем так и скидывает,так и скинули резист,окей,заебись все,побежали все туда,резист,взрывай пробуем всем рейд всем всем,да подходим под восемь,становимся,прохилцем полтос откатил,прожел и полтос откатывается не,мирал не,нешне не стали,тем подлицо надо стоять стари полтос отдал стражи все подлицо встаньте,все подойдите не,типа,шо ты подлицом стоял только танки там восемь целей вот эти восемь целей 65000 какой-то тяжкий удар сколько стаков 6 значит это не делится урон надо чередовать тяжкие удары надо чередовать пушку не знаю что я подфильм там уже 30 столько же вы объясню почему смотри пушки нету спал такой есть естественно это надо чередовать пушка наносит 40 тысяч урона а тяжкий удар наносит 80000 урона тяжкий удар делится на 8 человек но не то что делать но он выбирает там рандомных 8 человек и наносит им урон он увеличивается каждый раз танком надо встать он не делится этот урон а как я на прошлый раз выжил тяжкий удар он не делит наносит урон восьмерым человеком которые стоят под боссом нет 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 ничего нет почему моно рота убивая как-то вообще дикот я сейчас подошел для свой 47000 не прилетела ты хочешь сказать то что на всех поделилась и не срок 7 предметов я как я не говорю по допустим его дикот наносит урон этот типа 80000 по танку 80000 по танку из процентном соотношении блять это а по вам он наносит дополнительно урон грубо говоря которая блять распространяется на 8 союзник нет ну тяжкий удар бьет таргет типа он бьет но в танка понимаете ну в танк этот урон не делится никак он бьет в танка почему вы считаете что он бьет танка если вас убило тяжким ударом потому что наносит 80 к урона и танку и всем союзникам радиусу 6 метров то есть типа если тебя будет 25 человек им тоже 80 знаете какая идея есть нужно что надо было нет пару человек от человек 5 зашли 1 стак получили вышли следующие зашли вышли на четвертом стаке где-то начинать танку отдавать прожимки потом когда все получили по стаку заходят остальные танки я ты это бой не и держит у вас под массы должна быть пушка чередовать или давать не просто пушку придумали не просто этот стал есть у вас внутри подходит например он танчит сначала ловит тяжкий удар становится ему хуёво на сильно пробивать он выходит на рэндж ловит дебаффе от пушки за это время так понимаю стойки оттяжка удара спадут он опять подходит в мире ловит тяжкие удары становится хуёво не возит на рэн чашки удар 20 секунд ударов пушки он уже шутницы она там раз 45 секунд так подождите вот эта пушка она нам не настакивается когда я стою на за текст и носит она будет пить не 40 тысяч она бьет хотя жена даром увеличивает урона пушки тяжко удара тоже увеличивается урон тяжкий бьет 80 ему насколько знаки висят на пушку и натяжку до не написано время которые от пушки стаки висят соответственно пушка вообще не должна включаться минуту по моему она не пушка а скала тоже минуту а у меня вот такая идея а если какая-то граница где он переходит из пушки натяжки он может делать шаг вперед во время карты тяжкого отходить на пушку я вам говорю знаете что просто надо блять два допустим три тяжких ударов словил побежал стал на рэнш ловишь три там на удара пушки и все и на этом перевод фаза заканчивается ну придется чуть дольше там почти десять ударов где-то так примерно ну по моему мнению тогда проще лег сначала поймать пушку а потом подбежать натяжки потому что я на рынке ты учитывая ты учитывая этот нюанс что когда ты приходишь на перефазу на тебя стагов нет ты катишь ты ловишь три удара этого этой херни не ударно ловлю что вообще не ловлю ни одного на перефазу пришел я лучше получить три тяжких удара объясню почему потому что блять когда ты потом будешь ловить пушку эти тяжкие удары пропадут и ты спокойно сможешь босса увести на то дальше на фазу вводить по кругу понял все я понял то игроку говорят подошел сначала получил этот урон от тяжкого удара три штуки потом три пушки понял вопрос пушка увеличивает но урон от следующей пушки а тяжкий удар от всей магии тайной пушка и тяжкие они оба от арканы от любой магии просто пушка стакает на 50 процентов а тяжкие на 25 поэтому надо тяжкие сперва стакать потому что если ты пушку сперва стакнешь те тяжкие ёбнет просто повешается дебафа в этом но то учитывая что пушка наносит 40000 а тяжкие 80 ну вот сперва надо тяжкие на стакать потом отойти доловить пушку и уйти на перефазу на ну дальше на фазу походу разницы нет я понял один народ выкупает он блять он тоже сам вам пишет немножко в рейд смотрите он тему иногда говорит нормально понял сначала настакиваю тяжки потом отхожу на рынок иначе тебя просто если ты случайно пушку стакнешь и подойдешь на тяжки тебя просто и тяжкие ёбнет потому что пушка больше в процентах урон от магии дает чем тяжкий если надо 300 к словить примерно три тяжких удара потом я понял я даже под полтос могу четвертых поймать и тогда отойти там на 4 на 5 тогда отойти ловить пушку пули попытка не пытка посмотрим у нас еще время на повесе с пули можем успеть попробовать этой идеи давайте побольше я потом видос пересмотрю там где что как происходит и завтра пойдем убьем вечерком там часов только по возможности сферы взрываете третью сферу сами следите за своим дебафом далеко от сферы не отбегайте по возможности максимально близко к ним они взрывают что потом как только стаки спали сразу взорвать типа так проще будет а то там на границе все дело сейчас секунду я включу свое видео чтобы записать посмотрю ты кого дебаф прочитал там вешается пушки или нет да вот сейчас хочу записать и потом прочитать там на другой немного смотрит броженки отдавать салаги дать и резко и тут я думаю что не надо только танков типа эти ну типа вот взрывы могут и сами д д д д д д ловить сразу моментально два танка до 2 танка достаточно бафы даем это заебись блять первый бонзи два танка блять ура сука что надо сразу две сферы моментально взрывать урона по рейду нету я понимаю я смотрите тут как получается 6 сфер до перифаза потом снова 6 сфер перифаза 6 сфер перифаза бафа мне просто надо вот блять настроить так чтобы я видел на ком сферы адмирал блять тебя дбм чтобы блять мы видели на ком сферы тогда будет проще носить кому взрывать кому не взрывать кому кайте допустим вижу на ком сферы сказать ну блять я отслеживаю так чисто визуально все поехали я визуально просто понимаете визуально отслеживание блять через дбм качество мне будет этот проще отслеживать я буду понимать кому первому допустим там цел был грубо говоря монарод с кирс и кирз взрывая шперу потом элбрил монарод кайт и старайтесь далеко от сферы взрывая все отлично войта просил монарод взорвешь через две секунды обратно без южной взрывай взрывая чуть-чуть подхильте огонь подошел пять монарод кайти 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 я щас бахать буду как пойдет давай все бах смотрите на сферу отверни его босса все этот кто там вторую удавайте взрывается бегает все взорвали побежали а народ через пять секунд своих за лишь без еще взрывает он короче взрывай 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 кто-то бегает кто со сферой бегает взрывает сферу все прохил монарод отхожу сейчас тебе дам этот название прочитай пожалуйста дебаф от пушки нас на дороге и сколько там те тяжкий удар отходи на пушку ревна пуску на пуске надо было стоять все пять стаков для тяжкого удара ты шутишь и два стака пушки всего лишь я не знаю как это и выйдить в смысле блять я тебе говорил три три тебе пять два а ты пробовал баланса в принципе может не пить давай я сам стану да я сам стану давай лёха встанет давайте лёха встанет лёха встанет положите сложите сейчас по-бырому еще один полная на пост сейчас забьют дебаф тоже стул с него вару бля вар не может умереть 6 метров вокруг танка кто-то в инс зашел уличу да кто алина снимать нам не диван все еще сниму резы давай масс-рес у меня в соло таргет подними в соло таргет быстрее резу так адмирал резу короче берем одних рдд на этого босса и божим и получится у нас один танк бегает с боссом блять и блять все рдд стоят на фрикасе блять и хуерит что блять на этой хрене что на это ну это хуйня шо то хуйня ну щас попробую я покончить посмотрю когда буду говорить какие то там зубы блять или что то дать буду анонсить все бафы даем так каску там перебафать вот я себе набахну все прохиль тереется знаете еще какой момент кто тяжкий удар баф получил от взрыва сферы блять может а там есть 4-5 секунд кто же получает таргет видите кто третий остается в сфере видите то у вас дебаф спал вот этого блять взрыва сферы сразу бейте на эту ебучую сферу я после перефазы игру кто получил стаки милишники все поехали короче гуляю босса внимание вы подлежите уничтожению каски под дека нет я дам когда подойду после сферы я раздал до меня не достал до меня не достал да не надо поставить вам то есть еще не надо я хочу прожить ладно что надо было бы разумно ах он не взрывается одно только может взорвать два взорвало третье пока не взрывает жена сбрит потому что взорвали когда нет у нас у нас разорвало сразу же с этой из ушел на фазу так щас давать за жертвы на стене дать ремос нашел вам шипы надо в поте пушки 1 стак 2 стак не убила дай зубы эти стак зубы 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 мертвые зубы не дают что меня не подняли блядь не зубов не купола он еще долго пушку свою кость смотри что там зубы надо фазы она минуту длится да вроде ну да план танка если только допуливать в момент этой фазы пусть уран делится или нет может пушки уран делится пусть знает короче стоп секунду у нас этот пасы вам план жертвенности твое шоу как вариант мне ван холик аспект муца купол ставит к 4 на 5 отдавать она я подумал хочу посылал через нужно бил она должна вытанчиваться ну да там кучу резистов но она блять на меня резиста только сто восемьдесят что вы хотели на сто восемьдесят сорок тоже по 200 урона 40 тысяч это сколько будет по 200 процентов ринкет он физикой же не бит блять физикой 120 да будет чередеская пушка мне нанесла сейчас 130 тысяч урона под зубами нанесла бы сколько а потом дальше чтобы ты делал дальше я бы думал о чем мне делать так а пушка 58 130 капли кого-то ну слушай они все по джопу босса сбегаются вот на этой фазе урона значит что кто и у них танк не отбегают много вообще какой-то бегать не это не сбегается чисто чтобы хирить было проще вот эти знаки ебаным думаю только чистые за эту тяжкий удар видишь всего лишь 180 тысяч нанес чиродеская пушка лидериста не сбегает короче смотри я посчитал на галькуляторе и тяжкий удар и вот эта хуйня проценты складываются урона которые будут тебе влетать то есть пушка 125 процентов от пяти тяжких и четвертый выстрел пушки нанес те 150 процентов по 150 тысяч это без учета резисты с резистом 130 то есть эту хуйню можно завидеть только двумя танками рейдом не вижу смысла там стоять то это чисто для того чтобы хилить удобнее было они туда бегают да это да но не под мордой а можно как-то босса напулить на другого танка нужно тяжкий удар это пол проканает вообще проканает но это не так дело нужны два танка примерно равные по игроку агро обнуляется или нет нет а если будет есть сальва есть вмешательство увара есть напулы один танк 30 секунд танчит второй танк на него напуливают я с калатом я с калатом если будем то принципе да но то есть первые тридцать секунд он допустим ловит пушку а вертолисты а один от танка первый и второй по игру у меня так понимаю что там касс пушки разве есть касс пушки есть если не рядом с ним стоит там касс бортсом бокска самого каста нет он просто кидают эту пушку и все то а как ты отразишь монород если блять каста нету четыре секунды четыре периодичности лёх глянь по удивительству надо посмотреть видос асгардов и этот и короче посмотреть что там танки делают и как сейвят ну типа да вот мы можем сделать два протопала танка один и второй по агро блять даже если одного уроним типа оставить через сс и потом снова будет набивать агро на боссе ну это несущественная ну мы так не сможем ну типа агро будет уже далеко впереди и танк уже никак не заберет два танка короче я посчитал за минуту 12 стаков то есть получается каждые пять секунд он кастует либо туху либо эту шестого 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 то есть допустим ты танческого там он пример он второй по агро ты первый подошел на ходе на перезарядку ты отходишь сразу ловишь 6 дебафов пушки но под сейвами то есть на тебя кидают потом кават подходит ну в это время на тебя кидают сальву скидывается агро с тебя вар чаржится 10 процентов сразу снимает на кавата напуливают кават становится первым кават ловит 6 тяжких по цейвами и все и получается следующая фаза да все рак короче начисла что-то тысячу за трое смотри асгарды все подбегают в миллиозону под жопу становятся а танк один стоит перед мордой там один один танк стоит и не отбегает да и урон по нему там практически много не проходит я смотрел сейчас именно вот этот момент фазы там практически урон не проходит может там есть типа какая-то точка где ну как бы и пушка не работает или атака ну это богосоюз уже нет он просто в стенку уперся и стоит там идет тяжкий удар или мир каста да идет тяжкий удар все идет а урон по нему проходит ну меньше половины хп не слетает там ну что не укропа миллион посмотри вон там вон пара видео сейчас оттанчит макарин протупал чинканить этот блять посмотри сейчас зайди на форум посмотри профиль его посмотри шмат как у него ник щас скину в холодилку скину там где он перезаряжается он не старается он с пистоном и с колоком синдрогоз ну вот и все просто сопротивление на запах 105 в чарочка и и и и ну хоть где ты пистон пригодился спина спина еще спина без чарки там угрозы и выносливость выносливость можно колечко на сопроту и спину чарку сопротивление тайной магии на шапке плюс 25 и 30 выноса ладно сейчас откроем график сопротивления ну фулл варкам типа забиваться пистон на щите 15 сопрота чарка так че на сегодня все блять вот это я лох там алхимия празднула да алхимия кожевка инжайя пузнячка короче фулл он вбился в сопрот вот этот попробуйте тоже убить по нему вообще урон не проходит он по полку отрывают график сопротивления скиновых удилки посмотрите количество резисты и процент снижаем может почему они назад становятся потому что босс бьет перед собой только тогда босс бьет только перед собой вокруг танка 6 метров да они встали под босса потому что них дохуя миликов в рейде чтобы им похиливать короче они под боссом стоят да там еще купол иногда задают у нас просто рейд из польши из РДД купол можно и на танков сдать отновременно и те которые под зопой стоят сколько купол сидят там же хилить особо нечего там же хилить особо нечего блять на этой фазе но когда мы бежим на перифазе именно ну когда мы бежим на перифазе именно